Всем привет, друзья! Итак, меня зовут Вилли, и вы на канале BeatRider. Сегодня решил немножко прокатиться, но, к сожалению, мой микрофон меня подвел. Точнее, не микрофон, а камера. То есть, это GoPro 8. Она какая-то странная. Хочет, пишет звук. Хочет, не пишет звук. И вот в этот раз она, как в очередной раз, не записала звук. И это очень обидно, потому что я сегодня, ну, так решил немножко с вами пообщаться. Поэтому я накладываю этот звук сверху отдельно. Так вот, речь в сегодняшнем видео пойдет, скорее всего, о скорости. Да, вот нечасто слышу, читаю комментарии, да, вот от неопытных людей, которые быстрее велосипеда, ничто под собой не имели. Ну, часто говорят, что вот скорость, что от скорости кайф, там, вот он любил скорость, вот он там гоняет, он летал, он ангел и все такое. Ну, это больше относится к зрителям, таких блогеров, как вот Влад1000RR, допустим, да, которые вот, ну, молодые пацаны смотрят эти видосы, смотрят, как он летает и вот думают, а, кайф, там ты чё, ракета под жопой и все такое. Так вот, ребята, в принципе, что касается скорости, то скорости, как таковой, вы никогда не почувствуете. Поэтому, когда говорят, что вот скорость, любить скорость, это полный вред, вы, допустим, вы когда летите в самолете со скоростью почти 1000 км в час, вы вообще ощущаете эту скорость или нет? Вы спокойно ходите по салону, можете пить чай, газировку, ходить в туалет, то есть вы эту скорость вообще не чувствуете. Наша Земля тоже сквозь вселенную летит с огромной скоростью, которую мы, в принципе, не ощущаем. Дело в том, что мы ощущаем не скорость, а именно ускорение. Я понимаю, что процесс ускорения от 0 до 50 или от 0 до 100, он по времени намного короче, чем ускорение от 0 до 300. Именно вот в этот момент ощущается какое-то там, ну, на самом деле, что мы ощущаем? То есть наши органы просто прижимаются к спине немножко, и поэтому мы ощущаем, что что-то там такое происходит, типа кайф. Но это не скорость, поэтому реально вот ехать 100 км в час и 300 км в час, вот просто держать постоянную скорость, в принципе, ты разницы вообще никакой не почувствуешь. Единственное, ты почувствуешь усталость на 300 км в час. То есть на 100 км в час, допустим, по автобану, ты можешь ехать спокойно, комфортно, смотреть по сторонам, наслаждаться поездкой. Тебе будет ветром не так сносить мотоцикл, но или ехать 200-300 км в час. По ощущениям будет то же самое, что 100 км в час, но концентрация уже будет немножко другая. Попробуйте очень долго и напряженно концентрироваться на что-то. Вы очень быстро устанете, не только физически, но и морально. Это опять же риск схлопотать какую-то неприятную ситуацию, ту же аварию, например. Поэтому я считаю, что скорость это зло. Да. Вот, собственно, в принципе, на эту тему, что я хотел сказать. Ну, а я решил, в принципе, сам проехаться немножко до магазина, у меня прикупить немножко посуды. Дело в том, что у меня со временем все поразбивал. То есть чашки, блюдца, тарелки, то одну зацепишь, то другую. И вот сегодня посмотрел, понял, что, ну, пора идти в магазин, покупать что-то такое. Вот, решил немножко катнуть и приобрести так, по мелочевке. Погода, благо, замечательная. Деревья зеленые, солнце светит. Не ярко, но светит. Это хорошо, дождя нету. Температура вообще зашибись сегодня. Радусов, так, вот 25, наверное. Вот это моя самая любимая температурка. Сильно холодно тоже плохо. Вот сильно жарко тоже плохо. Вот диапазон от 20 до 25 градусов, мне кажется, самое то. Так, ну ладно, ребятки, я буду прощаться с вами. А вы можете досмотреть видос до конца. Я сейчас включу музычку. И пускай под музычку немножко насладитесь моей покатушкой. Еду, конечно, не быстро, спокойно. В нарожон не лезу. Вот, еду в своей полосе. Хотя у меня есть возможность, в принципе, перейти на правую полосу. То есть это на автобусную. И, скажем так, проехать быстрее всех. Но я не хочу, потому что у меня сегодня есть время. Я никуда не спешу. Я наслаждаюсь поездкой. Так что желаю вам всем здоровья. Не гоняйте. С вами Волвили. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok